В этом видео ты узнаешь, какие фишки есть у твоего мака. Скажу сразу, это видео предназначено для новых пользователей macOS и маков. Кому-то покажется, что это слишком банально, кто-то какие-то фишки либо не наоценил, либо вовсе о них не знал. Не хочу растягивать начало видео, поэтому начинаем. Первая фишка — это более точное регулирование громкости и яркости через клавиатуру. Нужно зажать клавишу Shift и Option, после чего, например, клавиша добавить яркости. На дисплее вы увидите, что каждое деление поделилось еще на 4 равных маленьких пунктов. Бывают же такие ситуации, когда, допустим, на уровне громкости 4 уже слишком громко, а на уровне громкости 3 уже слишком тихо. Эта фича помогает избежать подобных ситуаций. Вторая фишка — лежит на поверхности и может спасти ваш макбук, например. На заблокированном экране можно вывести любое текстовое сообщение, например, номер телефона владельца, имя, адрес или что-то еще. Заходим в настройки, переходим в пункт защиты и безопасности, снимаем блокировку на изменение данных и включаем пункт «Показывать сообщение, если экран заблокирован». Нажимаем на кнопку сфара и пишем все, что угодно. Да, конечно, это колхоз, плюс можно заблокировать ноутбук при помощи локатора, но что, если вы заметите потерю только через несколько часов, например. Если я беру мак куда-то с собой, то я потрачу 5 секунд на включение одного маленького пункта настройка, который может реально спасти мой ноутбук. Все же знают, что ноутбуки Apple, особенно на чипах Apple Silicon, живут очень долго в плане заряда. Так вот, оптимизированная зарядка – это часть этой магии. Ваш макбук анализирует процесс зарядки, снижая износ аккумулятора. Суть ее – вы ставите ноутбук на зарядку в одно и то же время, допустим, в 23.00, и снимаете его в 8.00, к примеру. Так вот, когда макбук поймет, что так происходит всегда, и внезапно он не снимет зарядки в 3 часа ночи, то он будет заряжать его до 80%, а потом будет отключать зарядку и лишь к тому времени, когда он тебе понадобится, включит ее снова и зарядит аккумулятор до 100%. По умолчанию этот параметр включен, но лучше зайти в настройки, аккумулятор, еще аккумулятор и проверить, включена ли эта функция. Следующая фишка – я регулярно пользуюсь. На самом деле мелочи, а приятные. Вы можете снять фото на iPhone, и оно сразу перекинется на ваш мак. Просто на рабочем столе тыкните правную камыш, наведите на «Импортируется iPhone» и выберите «Сделать фото». Тут еще есть другие подкаты, но я показываю исключительно то, чем пользуюсь сам. Пятая фишка – Spotlight. Про нее, наверное, знают все. Но это не просто поиск среди файлов, это еще и незаменимый инструмент в работе. К примеру, вам нужно сконвертировать 1000 долларов в рубли. Вы не открываете калькулятор, не лезете в браутер, конвертер, что-нибудь еще такое. Вы просто открываете Spotlight, на моем ноутбуке эта кнопка F4, и пишете туда 1000 долларов, и сразу же моментально получаете ответ в рублях. Или можете, например, дописать в евро, и получится ответ уже в евро. Или можно, например, ввести слово, не знаю, по причинности получить ответ от толкового словаря. В общем, применений у него много. Рекомендую изучить. Надеюсь, что что-то вы новое узнали. И всем пока.